АПЛОДИСМЕНТЫ Долг, честь, отечество – это не просто пустые слова. Вы знаете, уходя на эту службу, вы получите и пройдете не только хорошую жизненную школу, но и, как сегодня было сказано, это абсолютно верно, вы приобретете настоящих друзей. Окрепните и физически, и духовно. У вас появится возможность проявить себя с самой лучшей стороны. Вы сможете узнать, на что вы на самом деле способны. Вы знаете, армия есть армия, и куда бы вы ни попали служить, можете быть уверены, настраивайтесь, легко, конечно же, не будет. Но настоящий мужчина идет в армию не для того, чтобы искать легкой жизни, а для того, чтобы отдать долг нашей с вами Родине. Научиться с оружием в руках, защищать себя, защищать свою семью, защищать свою страну. Хочется надеяться, что вы будете достойны славы предков, которые отстояли честь и свободу в боях за наше Отечество. Продолжите добрые традиции нашего военного искусства. Вы знаете, весной на дне призывника я очень сказал много слов про наших мам, спел для них песню. А сегодня хотел бы вспомнить еще про одного очень важного в жизни каждого ребенка человека, это про папу. Для сына отец, вы знаете, это друг, это наставник, это образец для подражания. Отцу очень важно, чтобы у него появился сын. Отец вкладывает в него все свое старание для того, чтобы воспитать из него настоящего мужчину. И когда сегодня отец провожает сына в армию, для него это, знаете, очень волнительный, но это большой праздник. Он это сделал. Хочется вам пожелать, чтобы вы оправдали его надежду и через год вернулись домой живыми и здоровыми. И пусть Бог вас хранит. Кто-то зовет их батя. Кто-то отцом называет. А я называю папа. Ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос. Почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И шесть лет на машине вдвоем, мы с тобой на безлюдной дороге. И я впервые сижу за рулем, а когда лежат папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины. Но из брюк он ремень доставал лишь тогда, как на маму стирал штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой. Но папа тебе никогда не прости, опоздали на утренний твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей ничего нет для папы важнее. Но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто от сон еще мало стать, постараться стать надо папой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Все виды, что я с тобой проводил, не забудь никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что будешь всегда. Спасибо, папа. Президентам добрый год. Сейчас вашему вниманию будет представлено показательное выступление воспитанников военно-патриотического клуба Шип.